Так, Боня, отвали эту зарядку от нового телефона. Ты чего? Нашел, что за хомячить. И вообще, давай-ка с техники потихонечку слезаем. Кстати, здравствуйте. Ну вот, спасла. Так, куда бы, куда бы. Это святое. В это мы играть точно не будем. Ну что, приехали вчера ребята. Вышла я уже поздно в темнотище на крыльцо, и внезапно вдали загорели с огни, огни с Савиного дола. Ну, конечно, сразу же позвонила Ники, поздравила с приездом, с возвращением. Все, закончен мой дозор. И сегодня, поскольку небо проясняется, надо быстренько успеть притащить из колодца, теперь уже из колодца, веерами воды, дровишки запасти и устроить себе выходной. То бишь, отправиться в лес. Да, гонечка, да. Теперь ты сможешь резвиться с мороженого улица. Ну, надеюсь, в дом тебя тоже иногда будут пускать. Но ты свою функцию за прошедшие два дня выполнил просто замечательно. Ладно, приступаю к делам и постараюсь побыстрее их закончить, чтобы рыбануть в уже пустой, ну, как пустой, с облетевшими листьями, ну, прекрасный лес. Ну, все, все готовы, все на месте. Отправляемся. Засиделись, и погода сегодня хорошая, только холодная. Ладно, хватит со мной в ладушки играть. Так, все, 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 отправляемся. Азыль, уши повесь. Сейчас поправлю. Ну, ничего себе, хотела зайти, поздороваться. Да, они уже куда-то собрались. Ладно, сейчас выясню. Вообще-то, хотела зайти, узнать, как делать на обратном пути. Все-таки давненько не виделись. Но тут, видимо, уже какие-то планы появились. Сейчас узнаем. Ребята, придется мне немножко подождать. Все ясненько. Все прекрасненько. Ребята отправляются на почту за посылками. А меня попросили притащить пакетик с фагнума. Потому что Роболтовский допекал, как никого разос, ей лягушек. Новый питомец. А я-то думала, новый дракон. Ага. И я попру с этим пакетом. Меня ветром унесет парус небольшая. Ой. Ну, значит, я не за древесинкой, а замком. Удачи. До встречи. Около опушки потише. А в поле ветер просто сдувает, слезу вышибает, глаза промывает. Ну, оно и к лучшему. А я остановилась около купы канадского золотарника, который непонятно, как здесь мог возникнуть. Вот такие вот соцветия я хотела применить для своей кибаны. Ну, сейчас-то золотарник заменен гортензиями, что мне некая отдала. Ну, не знаю. Вряд ли я буду сегодня этой дорогой возвращаться. Но как-нибудь точно прихвачу. Скоро выпадет снег. Холодает. Ощутимо. Хотя от ходьбы я здорово разогрелась. И неудивительно, что некая стремится сегодня посадить всё то, что ей сейчас должны прислать, и то, что они привезут из соседнего селения в коробочках, потому что дальше земля промёрзнет. Всё-таки я решила сначала сделать хороший такой круг почёта, поискать что-нибудь интересное из древесинки, а уж потом где-то там вдалеке, на болоте, наберу сфагнума для лягушечек. Ну что ж, Бог помощь. На самой опушке меня встретили свинушки. Нет, не собираю я эти грибочки. Они хоть и вкусные, но канцерогены здорово накапливают из земли, и потом это всё из организма не выводится. Если их долго потреблять, в конце концов, будет не очень хорошо. Ну, изредка, говорят, можно. Так, а это что? О, свежемороженые опята. Так это романтично. Но не того качества, которое хотелось бы. А впрочем, посмотрим, что ещё попадётся. Через пару дней тут, вероятно, всё окропится снежком, и вряд ли, что можно будет разыскать из подобного. Ну что ж, увидим. Прилапа осенней чащебушки, любуюсь на голубое небо, прорывающее самодеревьями, а солнце ещё затянуто облаками. Но скоро тут будет светло. И моё внимание привлекло вот это. Не дать мне взять конь невиданный. А может, и дракон. Судя по тому, что это явно не копыта, а более напоминает когти. Красота. Но рядом лежит ещё один предмет. То бишь старый ствол с дырочками. Моя любовь и вожделение. Ух ты! И судя по всему, это рябина. А у рябина Азия твёрдая древесина. Но, тем не менее, пила со мной. Попробуем. Так. Давненько я здесь не была. И подобного не находила. Пила со мной. Приступим к делу. Ну, древесина-то хоть и твёрдая, но внутри трухлявая коряга вся. С одной стороны хорошо, а с другой, кто его знает. Хотя снаружи вот такой вот интересный цвет образовался. Ладно, пусть это всё пока лежит. Там видно будет. А я хочу махнуть чуть дальше и посмотреть, нет ли где можжевеловых коряг. Когда-то в нашем лесу росли огромные можжевельники, но постепенно все вымерли. И сейчас иногда попадаются, ну, молоденькие, тоненькие. Не то, что около моего дома громадина вымахло. Ох, как же красиво стало, когда вышло солнышко. Ладно, поброжу под эбрем. Это пусть сейчас стоит. Не убежит. У меня конкурентов в лесу по поводу деревяшек нет. Но захватить эти фрагментики я всегда смогу. Ну, чего, пошли дальше. Ну, вот можжевельничек, который я давным-давно обнаружила. Но, к сожалению, не интересовался я тогда его основанием. А курень изгнил. Хотя сам ствол покрыт замечательным зелёным мхом. Прям изумруды какие-то. Надо будет некий показать. Может быть, она в совешне для кого-нибудь всё это пристроит. Но я думаю, что Пунте бы точно такое чудо-дерево понравилось. Хотя транспортировать далеко. До опушки около двух с половиной километров. Поэтому, если уж ей приглянётся, пусть просит Артёма добраться сюда на квадрике. Впрочем, и так можно было бы тащить. Но там видно будет, как всегда. Добрела на настоящий лист повал. Рухнуло одно дерево, свалило второе. Но вот над этой огромной осиной уже потрудились лосики. И это, по-моему, достаточно давно. Кора уже успела подсохнуть. Скорее всего, всё это безобразие произошло летом. Ох, сколько деревьев вывернуло. Но я всё время к свежеупавшим подхожу, поскольку остальные уже обследованы. Но вдруг, интересно, и наросты, суель попадётся. Неживого же дерева суель срезать. Это может ему повредить. Ладно, пойду по бурелому пошастую. Глядишь, что это попадётся. Бурелом остался позади. Ничего интересного. Зато здесь гигантский погибший можжевельник. И с полугнилым корнем. Что уже даёт пищу для размышления и действий. Достаем пилу и смотрим. Ну, естественно, при ассистентах. А ради Каасика опять куда-то удрали. Нет, всё-таки удивительное растение, можжевельник. Ну вот, казалось бы, много десятилетий назад дерево погибло. Между тем, есть и совсем крепкие фрагменты. А снизу сохранилась даже кораль. Да, сия коряшка будоражит моё воображение. Да, собственно, и ствол подгодится. О, из него можно было бы сделать целый столовый сервиз. Как-то раз мне довелось справиться с подобной задачей. Это было несколько лет назад. Ну, пусть пока лежит родимый. Этот ствол наверняка очень прочный, твёрдый. Потому что можжевельник, после лиственницы, если не ошибаюсь, самое смолистое дерево. Оттого до ревчинкой сохраняется. Хотя очень многое предстоит устранить. Ну что ж, мне сейчас предстоит ещё топать за мхом. Это достаточно далеко. Но коряшку я с собой прихвачу. Хотя бы с тем, чтобы отнести поближе к опушке. Всё как уж и верно. Помните девиз 15-летнему капитане? Бороться и искать, найти и перепрятать. Что я сейчас и намерена сделать. Как же низко поднимается на горизонт осеннее солнце. Ну что ж, ноябрь. Середина ноября. Сейчас уже за полдень. А летом в таком положении светило находится где-то около 8 часов утра. Ну а мы, проделав несколько километров, оказались на сухих болотах, где с фагнума целые полянки. И зарядно раздулся рюкзак. А я брала, естественно, в нескольких местах. Так это кладчиками, чтобы не нарушать красоту этого замечательного местечка. Так ну что, собираем остальных и топаем в свояся. К тому же у меня ещё есть некоторые планы относительно деревяшек. На обратном пути построила маршрут так, чтобы оказаться в тех самых местах, где в последний раз нашла великолепный кусочек ракиты. И вот тот самый спил, который благодаря мне образовался. Я хочу взять кусок древесины под днище будущей вазочки. Нет, конечно, олеха по цвету не подходит, но всё-таки на несколько тонов различается. Лучше попытаться, если у меня полая ваза, сделать днище именно из подобного. Ну, ещё немножко поработать с пилой и в солидный долг избавляться от своей поклажи за спиной. Ну что, замшелая мать пришла. Букет принесла. Чё сажаем-то? Хризантемы! Целив уже давно хризантемы в саду. Нет. Нет? Выходишь, что не везде. Как они выживают, я даже не знаю, куда их сажать. Слушай, я сколько раз мне соседи давали, у меня два раза. Был подобный опыт, всё вымерзло. Ну, это какой-то сорт, который зимует. Ну, блин, я сомневаюсь. И вот это тоже надо сажать. Не, не хочу. Мне сажать некуда. И это тоже сегодня сажать. Вон ещё два пакета. Где? Мы привезли, я лакомила. Это, кажется, одна просто выходной. А как же вы это добыли? Как вы это добыли? Я не подписываю. А-а-а. Жаль. Так, ну, а я с рюкзачком. Таким увесистым. Там пол? Да. Ой. Ну, слушай, я ещё одну упрыгнулась. Я лягушек завтра буду смотреть. Да. Я просто не хочу домой сейчас. Я так долго одевалась, что не хочу идти раздеваться. Вот мне тоже лениво спаде снимать. У меня надо всё хотя бы, что есть у меня сейчас. Да, сегодня последний день. Завтра, обещаю, то ли снег заждём, то ли дождь со снегом. Ладно, завтра подведём время у тебя, если будет. Не досуг вылезти. Ты можешь вот в окошко посмотреть на гору пакета. А ты можешь посмотреть на букетик сухоцветов, которые я нарвала. А они не разлетятся? Они не разлетятся. Ну, можно лаком для волос попрыскать. Какой-то туванчик, да? Нет. Ты знаешь, я мечтала найти их летом, посмотреть, что за красивый цветок. Ты что? Они точно такие же белёсые. Они чем-то напоминают, знаешь, вот эти вот южные колючки такого лазорьего цвета. Ну, это кто-то из них. А она... Нет, ну, они совершенно вот такого же цвета и летом. То есть цветы очень издрачные, но в сухоцветах они замечательно стоят. Так, Марушку гулять не выпускала? Нет, вон она. Пойду. Ну, и мы утром гуляли. А что она где написала? Иди сюда покажи. Она потому что при мне вчера начала писать на комнате. Она сначала пыталась нагодить вот в это ведро. Я его спрятала сюда. Да, она стала в него садиться. А потом она подошла вот сюда, окропила переднюю часть. И вот тут все впиталось, ничего не осталось. Вообще рекомендовали содой посыпать, уксусом полить, и запах исчезнет. Ну, по-моему, запаха никакой нет. Запаха нет, но есть специальные спреи. Ой. Видимо, это знак протеста. Слушай, ну я упрыгала здесь за эти дни, это что-то. Надо надеть много. Или протест, или она действительно очень хотела ей пойти погулять, и намекала таким образом. Ну, подумаешь. Ну, подписчики тебе сдали, и морожку. Потому что, если бы я в комментариях не писала, я в стриме не писала, я не смотрела. Да ладно, господи, что ты ее ругать за это будешь, что ли? Да не буду, но она... Так, слушай, сапоги не буду снимать, просто гляну отсюда. А я нацелила. Бай тип ту. Бонжур, монами. Ой-ё. Да, ну ты знаешь, кажется, просторнее из-за того, что я наконец убрался с линолеумом. Там приехал в кучу. Там и будет хорошо. Ой. Да, я предвкушаю завтрашний день. Будет не слабо. Ну ладно, отложим, отложим. Хочу, хочу на солнышко посидеть, покайфовать, позагорать. Ой. Если бы ты видела, что вчера творилось. Да. Ну вот у вас здесь... Ветер, Тимеша, да? Да, я же сняла специально с квадрик и чехол, потому что он улетал. А, ты его сняла? Ну, конечно. Вон я его туда аккуратненько запихнула, его или порвало бы, или что. Ну вот, в видео-то я сейчас и покажу, что тут творилось. Ну, мудро в Савином доле. Забрела, подгоняемая северо-западным ветерком. Как же здесь дует. Да, раздела квадрик. Ну, савить чехол я не стану даже пытаться, его просто с ним, чтобы не порвало. О-о-о, веселая погодка. Но зато скоро выглянет солнце. И это просто здорово. Ладно, сначала поухаживаем за квадрик-циклом, а затем уже за более одушевлёнными обитателями Савиного дола. Да, день на день не приходится. Непонятно, что будет завтра, но сегодня мы уже дома и наслаждаемся жизнью. Не еще все листья убирать, которые вчера ветром нанесло, но сначала загорать и наслаждаться. Ну, что ж, Акуна Матата, дорогие товарищи. Будем радоваться тому, что есть. Но если день не станет пасмурным, главное, чтобы было хорошее настроение. Чего я всем и желаю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok